МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вакцинация добровольная и каждый год перед началом зимы. Множество людей размышляют на тему, нужно ли делать перевивку от гриппа. Сомнения усугубляются на фоне сообщений о вероятных осложнениях после перевивок. Так, например, в Австралии, как пишет на этой неделе местная пресса, в прошлом году осложнения были зафиксированы у 250 детей. У некоторых была лихорадка, у других – судороги. В итоге там даже запретили вакцинацию малышей младше 5 лет. Но нам, безусловно, интереснее, что происходит у нас, поэтому вернемся в Иркутск. С 26 сентября в поликлиниках началась массовая вакцинация взрослых. А к началу следующей недели ожидается поступление вакцины Гриппол-плюс для детей. В течение недели родители должны принять решение об иммунизации ребенка. Что касается бесплатной вакцинации, то право на нее имеют дети, школьники, студенты, пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями, а также работники учреждений здравоохранения и образования. Вакцинацию проводят в поликлиниках города, а также в медкабинетах детских садов и школ. Кроме этого, привычные бригады будут выезжать в организации и на предприятия города. Грипп или ОРВИ – делать ребенку прививку или нет, и какая вакцина лучше? Каждую осень все мамы задают эти вопросы себе и врачам. А мы в нашей студии дадим возможность ответить на этот вопрос специалисту. У нас в гостях главный эпидемиолог Департамента здравоохранения и социальной помощи населению администрации Иркутска Юрий Лысанов. Юрий Иванович, здравствуйте. Добрый вечер. Начать я хочу вот с чего. Вы сами себе ставите прививку или какие-то другие методы находите? Ну, я не только сам себе ставлю прививки, я всем своим родственникам ставлю и стараюсь убедить друзей. То есть каждый год делаю прививки, это, по-моему, на протяжении уже восьми лет. – Юрий Иванович, ну ни для кого не секрет, что вот прививки вызывают частые нарекания не только у пациентов, но и у многих специалистов. Они тоже многие высказываются против. Вот на Ваш взгляд, все-таки действенность прививок доказана? – Ну, я думаю, что все эти нарекания, они, собственно говоря, не обоснованы. Просто иногда люди путают понятие после прививки заболевания гриппом или острыми эспираторными вирусными инфекциями. Как правило, человек, который привитой, привитый против гриппа, он не болеет гриппом, как таковым клинически, который появляется с высокой температурой, сильными болями в мышцах, костях, головной боли. То есть, ну, в принципе, человек в лёжку лежит на диване, вызывает врача. И большинство очень многих, особенно маленьких детей и людей преклонного возраста госпитализируют националь. – А вот вакцину можно купить и в аптеке. Что в этом случае нужно знать и чего опасаться? – Да, вакцины сегодня достаточно широко представлены на фармацевтическом рынке. При покупке вакцины нужно, ну, прежде всего, что это за вакцина. На каждую вакцину должен быть сертификат и должна быть инструкция, как применять эту вакцину на русском языке. При покупке вакцины вся вакцина обязательно должна держаться при температуре холодильника. То есть, если вы купили, то желательно в это же, буквально в течение нескольких часов, пойти в поликлинику в прививочный кабинет и сделать прививку. Или положить её в холодильник и на следующий день сделать прививку. Обязательно иногда у нас в поликлиниках требуют чек с датой покупки. Потому что врач, который назначает прививку и делает, медицинский работник, который делает, он должен быть уверен, что вакцина правильно хранилась и не длительное время. Ну вот, раз уж мы говорим о том, что прививка – это всё-таки наиболее действенный способ избежать гриппа, избежать заболевания, то всё-таки у некоторых бывают какие-то осложнения, может, ограничения. Почему нельзя бывает? Ну, конечно, в каждой прививке имеется место противопоказания. Это острое заболевание, это обострение хронических заболеваний. Значит, реакция на предыдущее введение в вакцину, например, в прошлом году была реакция. И так как практически все вакцины готовятся с применением белка куриного, поэтому аллергия на куриный белок является противопоказанием к прививке. Это вот основные. Ну и кроме того, естественно, врач при назначении прививки, он смотрит на предыдущий анамнез, как давно переболел. То есть, если человек переболел в ОРВИ, в сентябре очень многие люди переболели в ОРВИ, с невысокой температурой, то должен быть обязательный медицинский отвод или не менее двух недель. Если более тяжёлое заболевание было, один месяц. То есть, вот это имеется место противопоказания и решение врача на значении прививки. Спасибо, Юрий Иванович, за беседу. А я напомню телезрителям, что нужно не забывать про то, что не так страшно заболевание, как его последствия, его осложнения. Поэтому прививаемся вовремя, не забываем. Юрий Иванович, сейчас мы продолжаем наш выпуск. Вам вопрос хочет задать моя коллега из Монголии, ведущая телекомпания «Айс Монголия» Пуровдорше Даныням. Она сейчас уже на связи с нашей студией. Коллега, задавайте, пожалуйста, вопрос. Гостя, мы вас слушаем. Да, Яна, спасибо. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос к Юрию Ивановичу. Скажите, если поставить прививку в Монголию и приехать в Иркутск, можно ли быть уверенным, что не подхватишь вирус гриппа? Спасибо за вопрос, Ирдананям. Юрий Иванович, пожалуйста, это от вашей камеры. Спасибо. Вопрос очень важный, потому что у многих людей бытует мнение, что различного вида вакцины, различных производителей. Я могу вам сказать, что все вакцины на земном шаре, ну, по крайней мере, в северном полушарии в 2011-2012 году будут созданы на основе трех штаммов. Это H1N1, так называемый калифорнийский, раньше его называли свиной, пандемический штамм. Это H3N2 грипп типа А, который уже несколько десятков лет распространен на земном шаре. И тип B – это, в основном, который защищает детей. Поэтому, независимо от того, сделал ли человек в Монголии прививку, он сделал вакцины французской, монгольской, российской, она содержит те же стаммы, что и сегодняшняя вакцина, которую мы прививаем сегодня жителей города Иркутска. Это вакцина Гриппо и Гриппо+. Спасибо, Юрий Иванович, что пришли к нам в студию, что отвечали на мои вопросы, на вопросы моих коллег из соседних регионов. Я желаю вам здоровья, прежде всего, и спасибо за беседу. Спасибо, я тоже желаю всем здоровья и не болеть. Спасибо. Ну, а я напомню, что на наши с вами вопросы отвечал главный эпидемиолог Иркутска Юрий Лысанов. А мы продолжаем выпуск, и у нас на связи по-прежнему телекомпания Аист Монголия, Пурвдошир Данэням. Скажите, пожалуйста, какие вы сами методы используете для того, чтобы не разболеться, и как вообще ситуация в Монголии обстоит с заболеваемостью гриппом? Говорите, пожалуйста, коллега, мы вас слушаем. Да, я нас с удовольствием расскажу. Все знают, Монголия – солнечная страна, и обилие солнца летом здесь стараются использовать как лучшие средства против простуды осенью и зимой. Солнечные ванны, поездка на природу, свежий воздух – самый простой и самый действенный рецепт закаливания организма. В качестве профилактики народные средства – брусничные и облепиховые морсы или отвары листьев из этих ягод. Есть еще один старинный, я бы сказала, национальный способ защиты организма от простудных болезней – кумысом, напитком из молока кобылиц. Нужно натирать тело и после этого принимать солнечные процедуры. Но сейчас, когда не только календарные, но и бабе лето закончилось, последний рецепт уже невозможно применить на практике. Тем более, в Монголии тепло и солнце в одночасье сменились снегом, с лякотью и прохладой. Резкая перемена погоды повлияла на увеличение гриппозных заболеваний у горожан. Согласно цифрам, за одну неделю количество людей, заболевших гриппом, увеличилось на 2%. Резкая смена картинки за окном. Золотая пушкинская осень сменилась непогодой с прохладным ветром и мокрым снегом. И, как всегда, неожиданное похолодание вызвало всплеск новых простудных заболеваний. Высокая температура, кашель, инфекции – как приметы времени. Самая активная территория заболеваний – школы, детские сады, места большого скопления людей. Врачи говорят, из 70 тысяч горожан, обратившихся за последние дни в больницы, пяти тысячам пациентов поставлен диагноз остро-респираторно-вирусная инфекция. И прогнозы на будущее неутешительны. Заболеваемость будет возрастать. По сравнению с прошлой неделей, процент заболевших в РВИ повысился почти на два. Это связано с началом учебного года у школьников и новым сезоном в детских садах. Возросла концентрация людей, а значит, условия для распространения болезни стали благоприятными. Если обратиться к цифрам, 80% всех заболевших – это дети и подростки до 15 лет. Поэтому врачи сегодня настоятельно рекомендуют родителям применять меры профилактики и при первых же симптомах болезни обращаться в больницу. Перепады температур, сниженный иммунитет, отсутствие абсолютно здоровых людей, а порой и небрежные отношения к собственному здоровью приводят к тому, что немалый процент заболевших осенью – это взрослые. Наши покупатели чаще всего приходят уже с выраженными признаками заболевания. Головная боль, заложенный нос, воспаленный гланды, температура. Чаще всего это последствия перемены погоды. Есть, конечно, и распространение вируса. Самые продаваемые лекарства – это безрецептурные, с содержанием аскорбиновой кислоты и парацетамола, снимающие первые симптомы простуды и инфекции. Фармацевты говорят, стоимость на препараты осталась такой же, как и в прошлом году. Дай вам здоровья! На связи была телекомпания Аист Монголия. Яна? Спасибо вам, Эрденэня. А мы продолжаем наш эфир. И сейчас эстафетную палочку передаем телекомпании Альтес из Читы. На связь с нами выходит уже ведущая Дарья Лебедева. Дарья, здравствуйте! Расскажите, как в Чите проходит приювочная кампания. Дарья, мы слушаем вас. Здравствуйте, Яна! В Чите зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Это связано с резким похолоданием и началом учебного года. Однако, допустимый порог пока не превышен. Краевая инспекция Роспотребнадзора проводит ежедневный мониторинг ситуации. Обязательная вакцинация населения продлится до 7 ноября. Спасибо, Дарья! Мы увидели сейчас какая ситуация в Чите, как там приходит перевивочная кампания. И сейчас к нам присоединяется телекомпания ТВКОМ из Улан-Удэ. Анна Зуева, журналист, работает в студии. Анна, здравствуйте! Я прочитала, что 570 случаев заболевания ОРВИ зарегистрировано на минувшей неделе в Улан-Удэ. С чем это связывают специалисты? Расскажите, пожалуйста. Анна, говорите, вы на связи. Здравствуйте, Яна! По прогнозам врачей, в Улан-Удэ этой зимой ждут прихода гриппа двух типов А и Б. Уже сейчас в столицу Брятия поступили необходимые вакцины. Их 5 видов. А это более 89 тысяч доз. Два из них – производство России, остальные сделаны в Нидерландах, Бельгии и Франции. Отмечу, что вакцинация уже началась. И врачи утверждают, что это самый надежный способ защитить себя от вируса гриппа. Тему продолжит моя коллега Кира Белькова. В известной песне поется «Закаляйся, если хочешь быть здоров». Однако врачи, про которых в этой же песне предлагается забыть, не устают напоминать о пользе и другого метода профилактики заболеваний. А именно о прививках. К примеру, вирус гриппа становится наиболее активным именно в холодное время года. Так что пробежка босиком по снегу может закончиться плачевно. Тем временем, вакцинация от гриппа защищает взрослого человека от этого заболевания на 80, а то и 90%. Для ребенка эта цифра на 10% меньше. В Бурятии уже приступили к масштабной прививочной кампании. Мы в последние годы прививаем около 40 и более процентов населения. Это дает достаточно хороший эффективный результат, так как у нас эпидемического распространения гриппа не получает последние два года. В Лондой поступило пять видов вакцин. Две российского производства, остальные сделаны в Нидерландах, Бельгии и Франции. Всего в арсенале медиков практически 90 тысяч доз. Для тех групп людей, которые наиболее подвержены риску заболеть гриппом, предусмотрена бесплатная вакцинация. Вакцинироваться будет население по двум, ну так скажем, направлениям. По национальному календарю, то есть вакцина, которая поступит, будут вакцинироваться население дети с шести месяцев, школьники с первого по одиннадцатый класс, студенты, работники образования, здравоохранения, транспорта, коммунальной сферы, жители старше шестидесяти лет, часто длительно болеющие. Остальным лануденцам придется выложить за вакцину от 120 до 235 рублей, в зависимости от того, где она произведена. Специалисты сообщили, что все вакцины содержат под штаммы вирусов гриппа А и Б. Это наиболее опасные виды гриппа, и по прогнозам медиков, именно они заставят поволноваться горожан этой зимой. К тем, кто не успел или по каким-то причинам не захотел сделать прививку, наверняка придется прибегнуть к помощи аптек. После нашумевших пандемического, свиного и птичьего гриппов, последние готовятся к зимнему периоду особенно тщательно. К осени мы закупили больше противопростудных препаратов, противогриппозных препаратов, и такого, как два года назад, надеюсь, не будет. Когда люди обращались в аптеки, а мы были не готовы, и набор был не полностью. Медицинскими масками, острая нехватка которых ощущалась в период прошлых пандемии гриппа, аптеки на СИРАС также запаслись сполна. Сделали они это заранее, ведь пока, по словам аптечных работников, всплеска заболеваний гриппом и простудой не наблюдается. Возможно, причиной тому стало растущее с каждым годом количество привитых от этого заболевания людей. Кира Белькова, Виктор Немаев, специально для межрегионального выпуска «Середина земли». Ну что ж, будем надеяться, что эпидемия гриппа минует жителей солнечной Бурятии и болезнь не испортит нам осенних и зимних праздников. Яна? Спасибо, Анна. Я тоже искренне на это надеюсь. Коллеги, я благодарю всех за участие в сегодняшнем выпуске и сейчас предлагаю подвести его итог. В этом году грипп, согласно прогнозам, станет подарком для россиян к новому 2012 году. Начало эпидемии в Министерстве здравоохранения и социального развития России и в Роспотребнадзоре ждут в середине декабря. Но это совсем не значит, что нужно надеяться на русский авось. Профилактику еще никто не отменял. Тем более, что она обойдется и организму, и кошельку человека намного дешевле, чем лечение самого заболевания. Так что прививаемся вовремя, обязательно консультируемся с врачом, проводим профилактику простудных заболеваний и смотрим вслед нашим страхам и предубеждениям с улыбкой. А в заключении скажу еще вот о чем. На днях в интернете появилась довольно интересная информация с загадочным заголовком. Возможно, уже в обозримом будущем, чтобы обезопасить себя от гриппа, делать укол не придется. Лауреат Нобелевской премии по медицине Барри Маршал разработал вакцину против гриппа, для доставки которой в организм человека используется способная выжить в желудке бактерия. Первый этап клинических испытаний нового препарата пройдет в США в 2012 году. В нем примут участие не менее 30 человек. Ну а пока это все слова. Берегите себя и будьте здоровы. На этом сегодня все. Я, Яна Романова, с вами прощаюсь. До встречи в середине Земли. Редактор субтитров А.Семкин